вот они засранчики наши я их скупала позавчера они опять все вымазали засранцы постелила там все красивенько поменяла место чтобы они там были возле воды когда вода капала с крана они выпачкивались я думала что здесь будет все хорошо отлично искупала их всех постелила чистая им это покрывала нет все равно все измальзюкались измальзюкались белка белка листицы м покушать принесла они напали ели вместе с мамой уже кушают сейчас все уже наверное на следующей неделе после праздников буду их раздавать у нас три уже у них уже есть место и остается еще три нас уже забрали получается забирают две девочки мальчика вот и остается и остаётся получается для девочки мальчик да правильно вот так то есть два мальчика я сначала думала что три мальчика три девочки ней нефига 4 девочки у нас и два мальчика а мальчики чё-то но больше спрос идет на мальчиков, потому что... Ну, сами понимаете, почему. Потому что течки нету. Ну, мальчики тоже в этот период бешеные, блин. Я вон по бане нашему. Первый год как бы ничего нормально не чувствуется, и второй не очень. А сейчас уже ему 4 года, конечно, чувствуется. У него прям бешенство начинается. С ним гулять нельзя. Да? Сладкий такой. Сладкий. Вот это пацан. Сладкий такой. Это девчулька маленькая. Такая хорошая. Такая сладкая. Сейчас я вам расскажу, как и вот этого уже заберут в хайфу. Это пацан тоже. Вот этого заберут в хайфу. Вот эту девчулечку заберут тоже в хайфу. А вот эту беленькую заберет сестра моего мужа, старшая. Вот я ей сказала, чтобы она белочку забрала. Потому что она такая сладкая. Она такая... Такая вот она белая вся. Мне так интересно будет наблюдать, как она будет расти, как она будет меняться. Поэтому я не хочу, чтобы она из семьи уходила. Смотрите, что она делает. Вот что ты делаешь? Что ты делаешь? Мне так это... Вот она нравится. Такая классная, беленькая. Такая маленькая. Она самая маленькая. Маленькая, такая нежненькая. Я как не приду, они все вот играются. Она лежит, спит. Такая спокойная, спокойная. А потом вот начинает просыпаться. И она еще вон ходит, шатается. Такая сладкая. Сладкая. Ну что ты меня кусаешь? Ты, медведенок. Ой, все поизмазюкались. Все поизмазюкались. Ну это у нас, наверное, крыша грязная. После у нас хамсины были. И крыша грязная. Если бы крыша была эта, чистая, они бы не измазюкались так. Все, все чумазы. Мы их постирали. Постирали. Мы их скупали. Они такие классные были. Такие чистенькие были. Сейчас опять все измазюкались. А Белла чистая, кстати. Дети все измазюкались, а Белла чистая. Да? Да? Вот этот классный. Вот этот пацан. Классный. Сладкие такие, сладкие. Сладкие. Только Белла идет в что-то или водичку попить, или покушать сразу. На нее все набегают. Где ты? Он лезет в это. Ой, такие сладкие. Куда ты лезешь? Куда? Куда ты лезешь? Я не могу. Сладкие. Это такая положительная эмоция. Сплошная положительная эмоция. Да? Ой, только не знаю, чумазики, что с вами делать. Чумазики. Это придется, когда людям будем их везти, раздавать. Опять надо будет это их стирать. Опять их надо будет стирать. Опять надо будет их купать. Господи, что происходит? Что происходит? Что происходит? И Белла тут как тут? Что происходит? Что? Что такое? Что? Всем доброе утро. У нас 15 минут. Девятого. Воскресенье. Сегодня. Сейчас посмотрю, какое число. 24-е. Сегодня сентября, ребята. У нас жира. Духотища. Прямо с утра. Влажность. Это видно. Вот подыменький такой. Ну, вкусно пахнет, кстати. Вкусно пахнет. На улице. Пацаны дрыхнут. Муж поехал на работу. Он сегодня на работе. Полдня до 12 часов. Где-то так до часа. А я сейчас позавтракаю и пойду на работу. Вчера муж с детьми были на работе. Я с ними не поехала. Они заехали к родителям. Мама мне кое-что там купила для работы. Она была в магазинчике в Топнейл. И купила мне. Зашла. Такие большие салфетки для педикюра. Она знала, что у меня нету. Ну, и решила мне купить. Вот. И попередавала мне борщ. Борщ передала. Потому, мама делала такой очень вкусный пирог. Знаете, с яблоками. Очень вкусный. Вот. Там два пирожка. И здесь как будто такой, знаете, соус с картошкой. Тевтели. Такие вкусные. С котлетками. Это что-то чем-то. Так что я сейчас. Я вчера не ела. Держалась вечером. А одну котлетку я вчера съела. Вот. А сейчас хочу все-таки сделать себе чай. Взять пирожок. И схомячить. Я собралась на работу. Взяла с собой все. Иду. Присылает мне сообщение. Моя клиентка в 9.48. Ну, как раз я спускалась на работу. Она мне присырает. Присырает. В сочном номере просрала утро. Просрала свою очередь. Присылает мне сообщение. Мария, я только что сейчас выезжаю. Я говорю, откуда ты выезжаешь? С хайфы, что ли, сейчас ко мне в 48 минут. Очередь у нее в 9 часов. Она говорит, да, с хайфы. Я говорю, во сколько ты у меня будешь? Она говорит, ну, где-то в 9.30. Я говорю, как это в 9.30? У меня уже клиентка в 10 часов. У меня сегодня утро прям все по полочкам расписано. Все по часам. Я говорю, не проезжай уже, потому что полчаса нам все равно не хватит. Это типа в лучшем случае, если она приехала в 9.30, может, потом приедет в 9.40. То есть, что нам какие-то там 20-15 минут остается. Я говорю, тогда уже не приезжай, потому что у меня в 10 часов клиентка. Все утро уже все расписано. Нормальное вообще у меня. Сижу, отдыхаю в удобном кресле. Мне даром оно действительно удобное. Вот это кресло для педикюра, которое у меня есть. У меня каждая клиентка, которая приходит, говорит, Мария, какое удобное кресло. Кстати, у меня была клиентка вчера. Она была раньше. Работала в детском саду воспитательница. И мой старший сын был у нее в садике. Вот. А сейчас она все это дело забросила. Выучилась на педикюрщицу. И она делает у них... Она работает вместе с дочкой. Дочка делает руки, а она делает ноги. Вот так. И она ко мне приезжала вчера или позавчера. Я ела гель ноги делала. Вот. И она сказала, что очень удобное кресло. Она работает на кровати. А когда я хотела покупать это кресло, там была еще кровать. И я думала, что мне брать? Кровать или кресло именно для педикюра. Вот. И минус в кровати то, что вы не можете, чтобы клиентка поставила ногу, тазик с водой, да. Она не может дотянуться с кровати. То есть я же ей спрашиваю, вот эту женщину, говорю, как ты делаешь на кровати? Она говорит, я сначала, она сидит у меня, замачивает ноги на стульчике, а потом она пересаживается. А как так можно? Потому что я, к примеру, в процессе педикюра все равно моя клиентка возвращает ногу в воду, в теплую я ей доливаю, потом продолжаю делать педикюр. Особенно, когда ноги тяжелые, то несколько раз надо возвращать ноги. Я подливаю воду. А если ты пересела на кровать, ты же не будешь постоянно туда-сюда вставать. Удобно так, и клиентам моим очень удобно. Они довольны креслом. Ведь тут кресло, это очень удобно. Так что все довольны. И класс, места много не занимает, потому что кровать занимает много места в комнате. У меня не очень большое помещение, поэтому это для меня самый классный парень Иоанн. Вот, привет. Привет, моё, как купит. Привет. Сейчас не поняли, что у нас произошло. Выключилось, выключился резкое электричество, выключилось. И мы с вами сидели, смотрели телевизор на диване. И знаете, услышали, как будто звук, как будто вот стаканы бьются друг к другу, типа вот такого, вот бокалы. Но не бокалы, вот такое. Не знаю, может быть, у нас было это, землетрясение. Мы не поняли. Очень странно. Не поняли, что это звук, откуда он шёл. Вообще физически мы не ощутили, что у нас там что-то трусится, землетрясение какое-то. Ну а так звук был, как будто вот стаканы бьются друг к дружке. Не знаю, что у нас тут творится. Но это ладно, это ковры я повесила. Это тоже ладно, это я помыла, ну сохнет. А вот там что-то тут всё. Любим мы везде на этого. Так, сейчас будем жарить мясо. Захотелось мне свининки. Убирала лесные предметы. Захотелось мне свининки. А, ещё вот это, вот эту колбаску он купил, понимаешь, тоже вкусная. Свинина тоже подорожала, как, в принципе, и всё остальное. Мясо и продукты, вообще всё. Это специально нают, сразу перчик для свининки. Вот такой вот стейк. Ну вылазите. Вот. Вот это вот. Двести шекелей. Двести шекелей. Ладно, сейчас буду мариновать. Я добавлю вот эту приправку, которую он дал, и немножечко оливкового масла. Солечки, конечно же, будет очень вкусно. Мiek. Солечка.